В данном случае отличается политическая логика от логики бизнеса. Об этом Михаил Сафонов. Бывший украинский депутат и пророссийский политик Олег Царёв практически обвинил российские банки в финансировании АТО. Суть в том, что у крупных отечественных госбанков есть украинские дочки, которые сейчас продолжают работать на Украине. Компании являются стержнем банковской системы украинской экономики, пишет Царёв. Они платят на Украине налоги, а эти поступления, в том числе, идут на военную операцию на востоке страны. Политик приводит отчет Standard & Poor's. Только в прошлом году доля российских банков на Украине выросла на 12%. Царёв напоминает, что российские госбанки сейчас выливают средства в свои украинские дочки. Например, ВТВ в июне объявил о докапитализации украинского подразделения на 600-700 миллионов долларов. Кстати, месяц назад президент председателя правления ВТВ Андрей Костин в интервью Дизайн ДФМ ответил на вопрос о докапитализации и состоянии украинской дочки. В прошлом году у нас был в результате 85 миллиардов рублей. Мы считаем, что период украинской закончился на этом. Если многое происходит относительно рекомендустрия, мы, украинский банк, рекомендустрируем к учебному проведению приводных проводок. То есть, это не будут новые деньги. Мы не вкладываем новые деньги в капитал украинского банка, а мы просто меняем кредит, который был этому банку, на капитал. Поэтому здесь новые какие-то потенки для банка. На днях стало известно, что Борг инвестировал больше 300 миллионов долларов в свою украинскую дочку. А у главы Сверхбанка Кирилл Андреев, недавно на Крымуре области, заявил, что не видит причин для экстренной декартизации с рубежных подразделений. И сказал, что банки не собираются отказываться от бизнеса на украинке. Прочному сенью Андрей Костин тоже говорил, что украинский банк не намерен проживать украинскую дочку. Мне, как сказал Борг инвестировал, это один из ключевых моментов. Даже если принять позицию олимпу царю в банке, никто сейчас не будет покупать украинские банки. Кому бы они ни было держать, в стране тяжелейший экономический кризис. А если их купят, то с большим дискультом. О работе российских банков на Украине говорит украинский экономист Александр Охрименко. И с самого отношения, краевские банки, трансируя автоп, у него банки, в районе, в районе, в районе, в районе, в районе. Они работают украинским законодательно. Они регионеры России, укрытия банков в центре вилосканах. У них значение продуктовности в рентген. В России, и в области, и в краевске. И в таком случае, сейчас украинским банкам приходится большую банку. Причем я считаю, что вообще любые разговоры в том, что это банки, караулы, или платки, или эти политические теории, и эти политические теории, и эти политические теории. Конечно, российские банки могут просто закрыть бизнес на Украине. Но тогда на инвалидах будут огромные дыры. По расчетам все того же S&P, 8 миллиардов долларов должны российским банкам их украинские дочки. Около 17 миллиардов долларов уже украинским подразделениям должны украинские заемщики. Может ли российский финансовый сектор позволить себе забыть о 25 миллиардах долларов? В пересчете на рублей это почти полтора триллиона. То есть почти в полтора раза больше того, что правительство недавно выделило на стабилизацию российской банковской системы. Бизнес, конечно, всегда связан с политикой, но чаще всего он выше ее. В Испании за последние столетия была и гражданская война, и диктатура, но это не мешало и не мешает больше век работать в Испании уроженству свободолюбивой Франции, банку Соседе-Женерале. И таких примеров масса. Олег Царев почему-то не призывает российские госбанки прекратить работу в Европе. Если использовать политику политика, это нужно трактовать как инвестиции во вражескую коммунику. Если же взять свой бизнес, то он ничего личного. Ведь Испании за полных бизнесов, а? Бежашее время новости корпораций. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...